Новый день встречаем вместе с программой «Утренний фреш». Я, Анна Корольчук, расскажу о предстоящих культурных событиях Гомеля, а также познакомлюсь с другими интересными фактами. Сегодня на территории Гомельской области будет переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Днем воздух прогреется до 5 градусов тепла. Ветер северо-западного направления скоростью до 5 метров в секунду. Для посетителей Дворца Румянцевых и Паскевичей доступна выставка под названием «Весна начинается сегодня». Гомельский живописец Олег Курашов творит в жанре натюрморт с цветами. Встретиться с весной искрометной живописью гостям музея предлагается в Южной галерее. Именно ее украшают яркие полотна автора, где главные герои цветы. Не секрет, что образ женщины вдохновлял художника во все времена. Мать, дочь, возлюбленная и даже незнакомка еще в древности становились героинями живописных произведений. Но и на полотнах наших современников женские образы появляются не реже. Причем у каждой героини своя история, свой характер. Познакомиться с выставкой «Женский образ в изобразительном искусстве» в скором времени предложат жителям и гостям города Гомеля дворец Румянцевых и Паскевичей. В Гомеле продолжает работу выставка живописи, графики и поэзии «На полхолста» автор Татьяна Гершгорина. Гости картины галереи Гавриила Ващенко могут увидеть живописные графические работы гомельской художницы. В них заключены иллюзия и парадоксальное сочетание форм, визуальный обман и сюрреалистический взгляд на вселенную. Работы сопровождаются поэтическими строками и сборников, написанных автором за минувшие несколько лет. Картинная галерея Гавриила Ващенко проводит отбор творческих работ на областную выставку искусств «Я художник, я так вижу». Со своим творчеством ценители искусства могут познакомить жители Гомеля и Гомельской области. К участию в проекте принимаются картины, инсталляции, скульптуры, а также графика, гобелены и авторские куклы. Будущую экспозицию планируется расширять по мере поступления работ. Этот выставочный проект дает хороший шанс заявить о себе, поэтому стать его участниками предлагается не только профессиональным мастерам, но и тем, кто впервые решил продемонстрировать таланты. А эта информация будет полезна любителям лова рыбы. В регионе продолжает действовать запрет на лов щуки. Мера связана с началом нереста у этого вида. Щука идет на нерест раньше других весенне нерестующих рыб, поскольку не так требовательна к прогреву воды. Добыча этого вида рыбы во время запрета обойдется нарушителям в немалые суммы. К следующим новостям. В Беларуси снят документальный фильм о дикой природе в формате 4К. Картина рассказывает о Туровском луге Припяти. Там во время миграции останавливаются сотни тысяч птиц, в том числе очень редких. Фильм «Большой транзит. Станция Туровский луг». Это не просто рассказ о птицах. Он затрагивает и важную социальную тематику. Необходимость сохранения пойменных лугов. Задача эта актуальна для многих европейских стран, в том числе и для нашей. Ведь в последнее время эти луга не используются для сельского хозяйства и стали зарастать кустарниками. Съемки фильма проходили именно на этой территории, потому что место особенное, каких в Европе осталось мало. Туровский луг служит своего рода остановкой, где можно отдохнуть после долгого перелета и затем продолжить путь по намеченному маршруту. Студенты БГУ разработали приложение для перевода устной речи в язык жестов. Оно ориентировано на людей с особенностями слуха, которые проходят обучение в автошколах. Ресурс позволит беспрепятственно реагировать на советы и замечания преподавателей по вождению. Инструктор записывает голосовую команду. Она автоматически преобразуется в анимацию. И графический персонаж уже показывает указания жестами. Приложение не требует подключения к интернету и работает в оффлайн-режиме. Впереди тестирование разработки в одной из столичных автошкол. Искусственный интеллект научили эффективно распознавать запахи. Ученые создали алгоритм, позволяющий обнаружить даже слабые запахи среди других насыщенных ароматов. Каждый новый аромат воздействует на так называемые нервные клетки искусственного интеллекта. В итоге система запоминает образец и самостоятельно распознает его в будущем. Точность определения запаха более 90%. Не исключено, что изобретение будет востребовано для мониторинга качества воздуха и обнаружения токсичных отходов. Индейн в Мьянме – это место, окруженное буйной тропической растительностью. Там долина и сотни древних пагод. Считается, что большинство сооружений было построено в 17 веке. С течением времени природа постепенно захватила пагоды. И сейчас на объектах проводятся работы по реставрации, которые помогут сохранить уникальные памятники. Пожилая пара из Австралии собиралась отправиться в круиз по островам Тихого океана. Однако их морское путешествие не состоялось. Мириться с этим супруги не стали и нашли оригинальный выход. Круизом пара намеревалась отпраздновать 53-летнюю годовщину. Если можно так сказать, в итоге все получилось практически так, как задумывалось. Импровизированным кораблем стала гостиная. Муж и жена в халатах и солнцезащитных очках устроились на шезлонгах и наслаждались видом моря. Правда, в телевизоре. Так что если отпуск вдруг сорвется, на помощь всегда может прийти смекалка. Далее о братьях наших меньших. В Великобритании собака родила 20 щенков. Это был первый помет двухлетнего бульдога. Хозяйка гордится своей питомицей. На УЗИ ветеринар увидел 6-8 щенков. Но в ходе родов после 8-го щенка собака продолжала рожать. Когда появился 12-й щенок, процесс ненадолго прервался. Но всего родилось 20 малышей. Роды длились целые сутки, пока у щенят нет кличек, за исключением последнего, которого назвали Бомби. В Южной Африке туристы наблюдали схватку двух жирафов. Они боролись за сердце дамы. Причем даются бои взрослым жирафам не так уж и просто. Для того, чтобы доказать свое превосходство, самцы пытаются ударить друг друга головой, сбивая противника с ног. При этом животные, как правило, стараются не наносить травмоопасные удары. Но бывает по-разному. Подобные схватки могут продолжаться до получаса. А победитель получает большой шанс получить объект, ставший причиной выяснения отношений. Наличие кошки в доме не только скрасит одинокие вечера, но и может придать квартире уют. Эти питомцы способны защитить хозяев от ряда заболеваний. Специалисты утверждают, что кошки чувствуют энергетику человека и приходят на помощь в случае необходимости. Прежде всего, они неплохо справляются с любыми нервными расстройствами. К примеру, если после напряженного дня погладить кошку в течение пяти минут, это поможет избавиться от стресса. Коты также способны оказать помощь при бессоннице и всегда стараются прилечь на больное место. А мурлыканье вполне способно заменить обезболивающие препараты. Кошку рекомендуют заводить и людям, нуждающимся в нормализации давления. Да и в целом, наличие этих питомцев в доме способствует увеличению продолжительности жизни. Только вдумайтесь, в среднем в год в Гомельской области происходит более 500 ДТП, в которых регион теряет до 70 человек. Наиболее опасная в этом плане улица в Гомеле – Центральная Советская, где фиксируют значительную часть всех ДТП с пострадавшими. Как влиять на ситуацию и как меняться самим? Об этом и не только в ток-шоу «Главная тема» 25 марта в 19.20 на канале «Беларусь-4». Повтор 26 марта в 9.05 и 15.20. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы. Рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области. Интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск «Все мы немножко мастера». О мастерах малой родины, о творческом потенциале жителей Гомельской области сегодня пойдет разговор в студии. Гости и ведущая Елена Троценко не просто поговорят, а попробуют убедить кого-то в его творческой состоятельности. А еще покажут, в каком деле может себя проявить практически каждый человек. Новый день с вами встречал «Утренний фреш». Я Анна Карачук, желаю вам солнечного настроения и улыбок окружающих. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!